здравствуйте обычное приветствие традиционное каждый день говорим по сто раз а ведь какой в нем смысл до слова расшифруем здравствуйте будь здоров то есть ну какая жизнь без здоровья и вот о нашем теле его органах в разных в интерпретациях о подстерегающих нас болезнях мы и говорим в программе поговорите с доктором с главными врачами нашей области и сегодня тоже беседа очень интересная она как бы о том что мы мало знаем мало чувствуем не понимаем о наших гормонах что это такое где они находятся и как регулирует нашу жизнь наше здоровье об этом нам расскажет тоже главный врач знакомимся с ним бова елена викторовна главный эндокринолог министерства здравоохранения ростовской области заведующая областным эндокринологическим центром кандидат медицинских наук заслуженный врач российской федерации после окончания ростовского мединститута в 1980 году начала работу терапевтом эндокринологом верхнедонской црб и продолжает сегодня в должности заведующей отделением ростовской областной клинической больницы номер два организовала школу для больных с сахарным диабетом ожирением оказывает консультативно-диагностическую помощь людям с эндокринной патологией разрабатывает методические рекомендации для врачей поликлиник в 2004 году с блеском защитила диссертацию и получилась степень кандидат медицинских наук бова елена викторовна является автором свыше 100 различных видов научных публикаций имеет высшую квалификационную категорию член европейской ассоциации эндокринологов здравствуйте ирина викторовна вот мы с вами здесь уже предстали перед зрителем им показалось непонятным что я там с отвращением щупа и желтая ну прям скажем это жир наш да в этом мы поговорим позже но а вот в вашей вашем видении находятся такие как бы видимые вещи которые мы видим рост да высокий низкий толстый тонкий какое-то неправильное строение это все вот система эндокринологии дает нам наш образ и не только наверное какие-то внутренние факторы вот расскажите нам пожалуйста о гормонах где они и как они действуют ну во первых эндокринологии это наука гормонах гормоны это биологически активные вещества которые вырабатываются системы железах внутренней секреции выбрасываются в кровь и регулирует работу различных это маленькие дозы такие малюсенькие малюсенькие дозы вот этих биологически активных веществ и вот эти гормоны они вырабатываются железах железах внутренней секреции которые находятся у нас и в головном мозге и щитовидной железе и надпочнике пара щитовидных железах поджелудочной железе в половых органах и эти гормоны конечно руководят нашим организмом это вот я принесла и показать хотела в общем то что мы в руках подержали вот так выглядит щитовидная железа немножко на мост похожи да вот ткань как бы такая но потому что железы внутренней секреции они несколько сходны по строению и нередко даже какие-то проблемы вот в одной в одной железе внутренней секреции они позволяют думать о том что нет ли проблем еще и в каких-то других железах внутренней секреции потому что строение их в общем то несколько идентична далеки друг от друга вот связаны всё равно, да, можно её потрогать? И вот я рискну... Приложить к себе. Где-то там, нет? Вот так. Да, вот-вот-вот. Вот в этом месте находится щитовидная железа, которая отвечает за очень многие функции в организме. И если она бывает, вылезает прямо, это что? Если она значительно увеличивается в размерах, то это и есть заболевание щитовидной железы, которое называется или эндемическим зобом, вот как раз увеличение щитовидной железы, которое возникает при дефиците йода, или же это заболевание, которое сопровождается повышенной функцией щитовидной железы, тиреотоксикозом. И, безусловно, заболевания щитовидной железы, они находятся на втором месте из всех заболеваний эндокринной системы после сахарного диабета по распространению. Поговорим подробно об этих болезнях, а нам уже телезрители звонят. Здравствуйте, слушаем вас. Поговорите, пожалуйста. Ну, пытались дозвониться, я напоминаю, действительно, мы работаем в прямом, в самом-самом прямом эфире, звоните нам по телефону 225-15 и задавайте свои вопросы по теме эндокринологии. эндокринологии. Вот такая наука и такие вот железы у нас даже в наглядном виде. Одну мы рассмотрели. Какие болезни от этого бывают? Какие изменения внешности? Это какая, забыла уже. Щитовидная железа. Щитовидная железа, в общем-то, это железа, которая как бы отвечает за благополучие в организме. И если нарушается её функция, то тогда, если эта функция повышена, могут возникнуть такие симптомы. Когда больной начинает, в общем-то, беспричинно худеть, появляется повышенный аппетит, появляется сердцебиение, аппетит и худеть. Потливость, похудание, раздражительность, сердцебиение. Это всё при повышенной функции щитовидной железы. Бывает же противоположное состояние. Тогда, когда недостаточное количество гормонов щитовидной железы выделяется в организме, и тогда возникает заболевание гипотиреоз, пониженной функцией щитовидной железы. Тоже плохо? Безусловно, это плохо. Конечно, тоже надо лечить. Но здесь противоположные симптомы. Человек, в общем-то, испытывает зябкость, быструю утомляемость, сонливость, резкое недомогание. Затем бывает бродикардия. То есть это отражаются ещё эти гормоны и на работе сердца. Сухость кожных покровов, прибавка в весе, пониженный аппетит и при этом прибавка в весе. Ирина Викторовна, вы рассказали такие симптомы, очень распространённые. Мне кажется, всем надо бежать и узнавать, как у них вот эта щитовидная железа. Это можно сделать? Дело всё в том, что нужно, конечно, в первую очередь обратиться к эндокринологу. Потому что многие симптомы, они перекликаются при разных заболеваниях. И, в общем-то, только врач, квалификационный, высокой квалификацией врач, он может определить всё-таки, что нужно в первую очередь обследовать. Потому что, ну, как бы сделать обследование всего сразу и одномоментно, это может быть даже нецелесообразно. Да, это сдаётся кровь натощак обязательно, кровь из вены, и подсчитывают количество выделяемых гормонов этим органам, и, соответственно, как бы тогда уже определяют... Можно узнать, да. Нет отсутствия месячных, и грудь не растут. Обратились к эндокринологу местному, пришлось очень много денег заплатить, и на следующие... Ну, в общем, возможностей финансовых таковых нет, чтобы проходить это обследование, потому что это очень дорого нам вошлось, две с половиной тысячи в первый раз. И мы на этом как бы приостановились, а у девочки нет месячных, грудь не растут, и повышенная волосяной покров на конечностях, как бы сказать, не хотелось бы такое иметь. В принципе, ваша проблема, да? Да, это, в общем-то, проблема действительно эндокринолога. Но мне хочется, в общем-то, сказать, что в нашей стране официально от нулевого возраста до 18 лет это считаются дети. И именно этим возрастом занимаются детские эндокринологи. Это даже другой факультет, который заканчивают в медицинском университете. Это детские врачи, их специализация, их детская эндокринология. Поэтому вам нужно обратиться к детскому эндокринологу. Детские эндокринологи есть и в районных поликлиниках, и в диагностическом детском центре, и Институт акушерства и педиатрии, детское эндокринное отделение, которое тоже как бы открыто для всех жителей Ростова и Ростовской области. И безусловно, здесь надо, конечно же, обследовать в первую очередь гормональный спектр у этой девочки со стороны половых гормонов. Затем нужно обязательно обследовать надпочечники, смотреть кортизол крови и обращаться к эндокринологу, чтобы они помогли отрегулировать это состояние. Потому что влечение в эндокринологии заключается в том, что если недостаточное количество каких-то гормонов, то их возмещают, доводя до нормального совершенно состояния. То есть совершенно не надо, девочка, чтобы была так травмирована этими овластениями вообще. Или же если какие-то, в общем-то, повышенный уровень выработки каких-то гормонов, то существует, в общем-то, терапия, которая подавляет эту повышенную выработку гормонов. И таким образом её тоже нормализуют. Поэтому вы своевременно, вот в таком возрасте, как бы начали бить тревогу, да, и всё это совершенно можно исправить и отрегулировать с помощью медикаментозного лечения. Много у нас вспомогательного материала здесь. Это тоже гормоны? Это макет головного мозга. И я принесла этот макет для того, чтобы показать, что в головном мозге есть тоже одна область, которая ответственная за выработку гормонов. В этой области тоже вырабатываются гормоны, которые регулируют различные органы и системы в нашем организме. где она приблизительно находится? Это область гипофиза. Область гипофиза. Это сзади где-то, да? Гипоталамус. Это область головного мозга, которая проецируется на черепе, ну, примерно вот в области носа. Да, это в области головного мозга, ну, примерно на уровне носа. И вот эта образ гипофиза, гипоталамуса, она тоже как бы вырабатывает гормоны, которые тоже отвечают в организме и за работу щитовидной железы, которая находится совершенно в другом месте, но они её регулируют. И там вырабатываются гормоны роста. Вот мы уже затронули эту тему, когда, в общем-то, при выработке значительного гормона роста возникает заболевание такое, когда человек, в общем-то, превышает свой рост, начинают у него проявляться определённые симптомы, то есть это аденома гипофиза, гормонально активная опухоль, вырабатывающая этот гормон роста, она приводит к такому заболеванию, которое называется акромегалия. Большой? Вот. Большой. Большая голова? Высокого роста, как правило, эти люди. В общем-то, у них изменены черты лица, разрастаются кости челюсти, черепа, изменяются по своей форме. Очень редко таких людей, но можно видеть. Это почему? Их не лечили? Можно ли это лечить? Вот в детстве, если мать обнаружит, как вот сейчас у нас был звонок, можно ли гормонами скорректировать вот эту болезнь? Эта болезнь развивается постепенно. Она не молниеносна. И поэтому иногда просто, в общем-то, не замечает, а думает, ну, просто человек, в общем-то, превышает свой рост. Или он такой вот высокий, красивый, крупный. А на самом деле потом появляются тяжёлые симптомы. Да, лечить это заболевание можно. Вот. И приостановить выработку, повышенную этого гормона роста можно. Существуют такие препараты, которые делаются, инъекция в течение месяца одна. И эта болезнь приостанавливается. Да, мы слушаем вас, уважаемые телезрители. Разговаривайте, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Гормоны у меня в норме. Какие гормоны? Здравствуйте. Говорите, говорите. Гормоны у меня в норме. А растёт узлы, растут это зуб и киста. Щитовидные железы, наверное. Щитовидные железы, да. И вот пьютероксил и витамин Е мне назначили. А гормоны в норме, это как может быть? Существует два заболевания щитовидной железы. Это одно заболевание, которое связано с нарушением функции щитовидной железы, то есть с выработкой гормонов. То, что у вас в норме. А второе заболевание, которые связаны со структурой, со строением щитовидной железы. И это, как правило, бывает в результате каких-либо нарушений аутоиммунных. И поэтому воздействие именно на гормоны здесь не требуется. А вот за узловыми образованиями надо наблюдать обязательно. Потому что пока образование не достигло размеров 10 мм в 1 см, это считается только динамически наблюдаемое образование. Если же оно имеет размеры больше, надо делать обязательно пункционную биопсию. Смотрите, из каких клеточек состоит это образование. Вероятнее всего это может быть доброкачественная опухоль. И в таком случае, конечно же, тогда уже приходится обращаться и к услугам хирурга. Как вы на стыке все? Как вы все врачи буквально на стыке? И вот интересный у вас здесь такой экспонат, я бы сказала, и достаточно понятный. Вот подробнее расскажите, насколько это связано с функциями организма и сосудистой системы. Да вот мы сегодня еще как бы не говорили о сахарном диабете. Это самое распространенное заболевание при всех эндокринных патологиях. И когда мы говорим о сахарном диабете, о компенсации этого заболевания, безусловно, в первую очередь мы подразумеваем это нормализацию сахара. Это основное. Стоп. Слушаем вас, вам приоритет, уважаемые телезрители. И будем тогда разговаривать о сахарном диабете много и полно. Задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Да. Я хочу спросить, что такое нетоксический многоузловой зоб? Нетоксический многоузловой зоб – это увеличение щитовидной железы, которая не сопровождается нарушением выработки гормонов. То есть гормоны она вырабатывает абсолютно нормальное количество. Но в структуре железы появляется образование. И этих образований многоузловой – это значит несколько этих образований. Если эти образования, повторяюсь, не достигают величины одного сантиметра, то это мелкие образования, за которыми только наблюдает. Как правило, возникновение их – это в результате аутоиммунного процесса, то есть изменения иммунитета в организме. Если же эти образования достигают больших размеров, то, как я уже говорила, это, в общем-то, до обследования тогда. И уже со специалистами решение, каким образом кардинально надо лечить эти узлы. То есть гормоны в порядке, но это уже другой врач пусть разбирается. Итак, сосуды. Мы говорили с сосудистым хирургом и затрагивали тему вот бляшек. Как они получаются? Что это прилипает к внутренней поверхности? Вот здесь совсем красивый такой просторный сосуд, а на выходе не очень. На сегодняшний момент хочется, чтобы все наши пациенты были достаточно грамотными и знали о том, что есть как бы самая большая проблема – это сердечно-сосудистых заболеваний. Сахарный диабет тоже приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, но он может ещё возникать и на фоне именно атеросклеротических изменений, изменений липидного профиля, то есть повышенного уровня холестерина. На фоне плохих сосудов? На фоне повышенного холестерина в крови. В общем-то, из нормального сосуда, который существует у пациентов, начинают откладываться холестериновые бляшки внутри сосуда, и постепенно этот сосуд уменьшается кровоток в нём, и в конце концов мы можем видеть, что вот настолько проходимость сосуда сейчас нарушена, и только благодаря вот маленькому отверстию это, в общем-то, возникает питание какого-то органа. И это почти у каждого такое? Ну, не надо пугать, что это у каждого, но это может быть очень у многих, те, которые не контролируют свой липидный профиль, и как бы, в общем-то, не думают о том, как они правильно, рационально питаются. Мы слушаем вас, у нас есть звонок, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Зворода Шахты, у меня такой вопрос. У меня был инфаркт в 2007 году, и вот на протяжении этих лет у меня был сахар до 7. Теперь меня доктор послал к эндокринологу, она мне сделала дополнительное исследование, и мне прописала метаформит канон. У меня такой вопрос, этот сахар, он у меня может уйти до всегда, или теперь мне постоянно надо будет принимать препараты? Вы знаете, я всегда призываю, в общем-то, всех специалистов очень серьёзно подойти к вопросу диагностики сахарного диабета. Надо сделать необходимое обследование для того, чтобы выставить этот диагноз. Но, к сожалению, если выставили диагноз сахарного диабета, то я думаю, что не обрадую никого, сказав, что сахарный диабет вылечить, вылечить во всём мире пока на сегодняшний день не может никто. Но очень успешно могут лечить. И лечение заключается в том, что действительно вначале обучают и рассказывают, какое рациональное питание должен больной с диабетом обязательно применять, какой образ жизни он должен вести, и назначаются препараты. Препарат метформин – это препарат первого ряда выбора. С этого препарата начинает лечить сахарный диабет второго типа. Это абсолютно верно. А ещё надо было уточнить, как человек тогда питается, сколько весит – это важные для вас вопросы? Вы знаете, для эндокринолога очень важна сейчас и проблема, помимо сахарного диабета, щитовидной железы, что мы поговорили, проблема избыточного веса тела и ожирения. Потому что это нельзя сказать, что это только проблема. Это заболевание, это серьёзное заболевание, которое влечёт за собой возникновение ещё многих других. В 4 раза чаще сахарным диабетом болеют те, которые имеют избыточную массу тела и ожирение. Поэтому этому вопросу надо уделять огромное внимание. Для лечения ожирения есть определённые рекомендации по диетотерапии и по рациональному питанию. При сахарном диабете они же отличаются, потому что сахарный диабет, он, конечно, позволяет ещё в большей степени ущемить свои желания и определённым образом питаться здоровыми продуктами, теми, которые позволяют при сахарном диабете. Сейчас мы будем рассматривать, что нам есть. У вас тут красивые аппетитные картинки. Я не завтракала, сейчас буду выбирать. Но у нас есть звонок. Слушаем вас. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Вера. У меня такая болезнь. У меня щитовидка. Признали врачи. Назначили таблетки пероксин, но оно как-то мне ничего не помогает. Ну вот, судя по назначениям вашего препарата эльтероксин, можно судить о том, что, наверное, у вас имеет место быть пониженная функция щитовидной железы. Гормон щитовидной железы, тироксин, который заключили в таблеточку, он называется препаратом эльтероксин, который вы получаете. И таким образом вам доктор восполняет как бы недостаточную выработку гормонов щитовидной железы. Говорить о том, насколько он вам помогает, это, конечно, мне сейчас очень трудно и сложно, потому что надо знать, какую дозировку этих препаратов вы пьёте и какой уровень гормонов с помощью этой дозировки препарата у вас в организме поддерживается. Если он всё равно остаётся ещё незначительно нормальным и пониженным, надо увеличивать дозу этого препарата, чтобы чувствовать себя хорошо, адекватно и здоровым. И вот мы обозначили сахарный диабет, но не сказали, кто его гормоны, кто вырабатывает для этого? Сахарный диабет – это заболевание, которое связано с выработкой дефицита такого гормона, как инсулин. Инсулин вырабатывается в поджелудочной железе и помогает нашему организму нейтрализовать лишний сахар. Как он связан с сахаром? Он нейтрализует сахар и приводит его к норме. Если у здорового, это поджелудочная железа. В поджелудочной железе есть такие бета-клеточки, которые вырабатывают инсулин. И при диагностике сахарного диабета доказано, что часть этих бета-клеток, вырабатывающих инсулин, погибает. Соответственно, возникает дефицит инсулина в организме. И этот дефицит инсулина в организме при сахарном диабете первого типа – это диабете молодого возраста. Тогда, когда инсулина своего не хватает, значительно не хватает, его необходимо восполнять извне с помощью инъекции инсулина. Это неприобретённое заболевание. Это может быть даже от рождения, да? Инсулин первого типа? Сахарный диабет. Сахарный диабет, ну, как бы существует 4 группы риска возникновения сахарного диабета. Как я уже сказала, у больных с ожирением и с избыточной массой тела в 4 раза чаще бывает сахарный диабет. Сахарный диабет бывает наследственный, передаётся по наследству. И не только если родители были больны сахарным диабетом, а если даже бабушки или дедушки, тёти или дяти болели сахарным диабетом, то эти люди должны чаще обследоваться, диабет может возникнуть. Также диабет возникает на фоне воспалительных заболеваний поджелудочной железы. Когда на фоне воспаления погибают вот эти бета-клеточки, о которых мы говорили. Ну, и сахарный диабет может быть ещё причиной его возникновения вирусная этиология. То есть вирусы, которые повреждают опять-таки эти клетки, вырабатывающие инсулин, и диабет может возникать. То есть за поджелудочной надо следить? Очень внимательно, да, и это орган очень важный в организме. Вот он такой маленький, к нему желудочный пузырь ещё прицеплен, я заметила. А вот хитрое такое дело, и сахарный диабет действительно опасная болезнь. Он в крайней стадии как проявляется? Вот что происходит с телом человека? При сахарном диабете, ну, мы это заболевание боимся из-за того, что могут более на раннем этапе возникать осложнения диабета. И надо их, самое главное, предупредить. То есть своевременно выявить диабет и правильно и грамотно его лечить. Какие осложнения? Осложнения основными от сахарного диабета, это бывает осложнение на глаза. Называется диабетическая ретинопатия, когда начинают страдать сосуды глазного дна. Это осложнение на почке, диабетическая нефропатия, когда страдают сосуды почек, и это может приводить к почечной недостаточности. Это осложнение в виде таких острых осложнений, как инфаркт миокарда, как инсульт. Это тоже часто возникает на фоне сахарного диабета. Это вот плохие сосуды всё это даёт? Безусловно, это сосуды, которые страдают от повышенного сахара в крови. И одно из самых тоже грозных осложнений, это диабет в основном второго типа, чаще это осложнение постигает, это диабетическая стопа. Когда происходят, в общем-то, трофические нарушения различные на стопе, которые могут привести в дальнейшем и компутации части конечностей или компутации конечностей. В общем, вот здесь как бы показаны две стопы, и одна из них – сосуды, которые поражены. То есть возникает ишемия, плохое питание. Синяя, да? То есть вот синяя эта нога, да? Да, плохое питание сосудов и, соответственно, всей конечности. Если пациент здесь получает какую-либо травму, то практически заживать эта раневая поверхность она не может, потому что отсутствует кровоснабжение. И некроз, получается. Возникает некроз, и в дальнейшем может возникнуть гангрена, и, в общем-то, нередко могут лишиться стопы, если как бы не предусматривать лечение осложнений своевременно. Зрители нам звонят. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоят из города Санчска? У меня такой вопрос. У меня дочь инвалид первой группы, и у нее ДЦП, альгалиферния, потом еще эписиндром, и, в общем, масса всяких еще заболеваний. К этому у нас сбавилось еще нарушение гормональное, связанное с кровотечением. С чем? Кровотечением. Сколько лет дочери? Девочки 23 года. Нас ложат в нашу больницу, и просто делают кровоостанавливающие капельницы, и сидим мы на регулоне, чтобы прекратилось кровотечение. Я понимаю, что вопрос... Это много врачей, наверное, должны заниматься вами. В общем, я понимаю, что этот вопрос может быть не к вам, нужен нам эндокринолог, гинеколог, но я хотела бы проконсультироваться. Ваш вопрос. Я хотела бы проконсультироваться. Скажите, вне АПИ, можно принять инвалида по бесплатному приему или нет? Алло. Обязательно нужны документы, с которыми принимают все муниципальные учреждения Ростовской области. Должно быть направление с места жительства по прописке пациента, паспорт, полюс и определенный перечень анализов, с которым принимают. Поэтому НИАП, он работает на всю Ростовскую область. Естественно, могут принять. Я напоминаю, Елена Викторовна заведует эндокринологическом отделении в областной клинической больнице номер 2, что на Ростельмаши. И вы уже эндокринолог со стажем, заслуженный врач России по этой теме, диссертацию защитили. В общем, знаете, болезнь и ваша, так сказать, любимая, в кавычках, сахарный диабет. Вы организуете работу по профилактике этой болезни. И даже, я бы сказала, по родственной нам работе, по пропаганде правильного образа жизни. Я вот прям смотрю на эти вещи. И вот можно я выберу себе на завтрак что-нибудь? Да, у нас такие картинки аппетитные. Я сегодня принесла тарелочки, на которых представлена различная еда. Ну, Макдональдс вот это я не ем. Что можно было бы выбрать, и что бы я могла вам предложить? А вот сырок бы я взяла. А что предложить? Я сама хочу выбрать. Да, вот очень даже блины с икоркой. А? А, хорошо. Ну, пожалуй, до утра хватит. Хотя, фрукты есть какие-нибудь? Фрукты. Ну, ладно. Кофе, колу я тут видела. Мы с вами тоже найдем сейчас. Вот, пожалуйста, фрукты. Ну, ладно, киви можно. Киви. Вот я бы так этим полакомилась. Не слишком ли для меня, глядя на меня, на мою фактуру, вы можете сказать, и вообще, что если питаться вот таким обилием? Там еще что-то у нас вкусненькое. Так. Знаете, я, конечно, хотела бы сказать, когда человек здоров, когда у него нет никаких тяжелых заболеваний, то, наверное, в общем-то, все вкусненькое, можно кушать, но в адекватном количестве все понемножку. И ведь ограничения, они вступают в силу тогда, когда мы начинаем преследовать свои цели, или нам, как бы, в общем-то, нельзя по тому или другому заболеванию какие-то продукты принимать. А вот это и плохо. Вы понимаете, я вот так вот внезапно, вот, потребляя такие продукты, могу докатиться до того, что к вам на прием попрошусь. Я так думаю. Дело все в том, что, наверное, все равно нам, как бы, в общем-то, хочется обязательно поддерживать свой вес тела, потому что от избыточного массы тела, как я говорила, очень много заболеваний возникает. И поэтому, в первую очередь, мы должны определить тот суточный, колораж, который положено человеку употреблять для нормальной жизнедеятельности. Ну, не будут считать. Этим занимаются, считают его врачи-диетологи и эндокринологи. Поэтому обратитесь, получите один раз квалифицированную консультацию, и тогда будет все совершенно понятно. Вы рекомендуете тогда сейчас сразу у вас такие картинки. Но, тем не менее, вот я хочу предложить свои тарелочки и покормить вас наиболее полезными продуктами. Предложить вам, скушать утром, вот, обезжиренный творожок, вот у вас он здесь был. Пожалуйста, вы можете, вот он, пожалуйста, обезжиренный творожок. А почему это так прямо обезжиренный, ноль-ноль? Мы могли бы вам предложить скушать вот такой вот салатик, вот такие вот овощи. Ну, салатик, ладно. Мы могли бы предложить вам скушать вот такую вот кашку овсяную. С маслом, с сахаром, с мёдом. Безусловно, эта кашка должна быть на воде, можно добавить сухофрукты, но масло, конечно, нежелательно совершенно. И ограничение углеводов. На обед можно было бы предложить опять-таки аппетитные овощи, вот, или в виде салата, или в виде вот такой вот тарелки. Можно предложить вот мясные или рыбные продукты, которые тоже... Ну, в общем-то, набор ничего так, это ничего, я согласна. Но самое главное, что, в общем-то, этот набор позволит вам ещё и не прибавлять лишних калорий, лишних килограммов, а, соответственно, дольше оставаться молодой и здоровой. Спасибо, у нас звонок. Слушаем вас. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вы меня слушаете, да? У меня такой вопрос. В 84-м году, в 74-м году удалили левую долю щитовидной железы. Ой, вы меня слушаете. Слушаем, слушаем. У меня удалили левую долю щитовидной железы. С тех пор я сижу на гормонах. Уже длительное время. Мне сейчас 68 лет. И вот я сдаю анализы. У меня ТТГ то повышается, то падает. Только подберут дозу. Я на 150 микрограммах сижу сейчас. Только подберут дозу, через которое время я сдаю, а мне их надо понижать. Потом снова повышать. И еще один вопросик. Вот при гипотонии обычно, сколько слушаю врачей, давление понижено, пульс редкий, бродикардия наблюдается. У меня все наоборот. У меня гипертония с самого начала. У меня страшная была тахикардия. Я ходить не могла даже с ног падать. Ваш вопрос, пожалуйста. Вот я хочу узнать, может ли быть вот такие отклонения? И почему? Вот что все обратно. Тахикардия у меня, гипертония у меня. И почему скачат гормоны? Ну, во-первых, как бы ваше заболевание, нужно думать о том, что перед операцией было, это с повышенной функцией щитовидной железы. И это вызывало тахикардию. На давление щитовидная железа, заболевание ее никаким образом не влияет. Поэтому гипертоническая болезнь, это просто может быть сопутствующее заболевание, которое тоже нужно лечить и которым страдает тоже большая часть нашего человечества. Потом, когда удалили у вас часть щитовидной железы, то, естественно, после этого возникает пониженная функция щитовидной железы. Эту пониженную функцию и необходимо восполнять вот этими лекарствами. Это гормон щитовидной железы, заключенный в таблетку, как я говорила, эльтероксин, и вот этим препаратом восполняет функцию щитовидной железы. Если у вас анализы значительно колеблется, значит, как бы, в общем-то, не совсем корректно подбирается доза. Доза этого препарата зависит не только от того, сколько необходимо повреждённые ваши щитовидные железы, но и от вашего веса. Потому что эти таблеточки также рассчитываются на килограмм веса. Если ваш вес меняется, то эта доза лекарства тоже должна изменяться или как бы ваше самочувствие изменяется в связи с тем, что она неадекватна. Обратитесь тоже, пожалуйста, к врачу. Вы можете также получить консультацию областных специалистов на Блайзе 2-й областной клинической больницы или в консультативной поликлинике, или непосредственно у меня у заведующей эндокринологическим областным центром. Да, это на больнице на Ростельмаши. А у нас ещё один звонок есть. Интересная тема, и видно, что вот распространённые эти проблемы в обществе. Слушаем. Это на больнице на Ростельмаши. А у нас ещё один звонок есть. Интересная тема, и видно, что вот распространённые эти проблемы в обществе. Слушаем вас. у меня сахарный диабет я не могу ходить на подошву вставать просто менять поддерживают я тогда хожу чем лечить эти подошвы а что там на подошвах у вас какие болит там раны какие что там я не знаю меня 79 лет дело все в том что как мы говорили при сахарном диабете страдает сосуды создает сосуды сосуды нижних конечностей поэтому скорее всего может быть у вас на подошве есть такие вот зоны уже сухой отмирающей кожи ороговевшей кожи вот поэтому вам надо обратиться обязательно к специалисту эти зоны чистят есть специальная аппаратура с чем счищают вот эти омазалелости таким образом кожа обновляется становится более тонкой молодой и как бы болезненности вот эти вот ощущения тяжести они тоже уходят но помимо этого тоже надо обратить внимание в первую очередь на ваш сахар крови если он повышенный надо стабилизировать в первую очередь сахар крови а потом еще назначить лекарства которые лечат нейропатию нервные окончания которые тоже вам помогут легче передвигаться спасибо елена викторовна и вот сахар в крови все таки вот звучит постоянно и наверное вот такой аппарат нужно иметь каждом доме это что за эти тема самоконтроля она необходима она очень можно употребить в дело это не больно она необходима и важна для каждого пациента эти аппараты они самые различные в настоящий момент поэтому не надо говорить что как бы эта модель самая лучшая аппараты самые различные знать свои анализы также как анализ крови гемоглобин это просто необходимо лечить сахарный диабет без контроля сахара в крови это нереально и невозможно это только тогда позволяет пациенту и ограничить количество применяемой пищи и дозы препарата назначить когда мы знаем сахар крови натощак и сахар крови через два часа после еды по этим дом результатам мы можем оценить лечение сейчас с вами сделаем анализ я протяну свою руку это просто да или требует приготовления и время эфира у нас уже истекает мы сейчас продолжим наш разговор после эфира а сейчас я прощаюсь с вами уважаемые телезрители в субботу следующий смотрите снова поговорите с доктором а со мной встречайтесь в других программах до свидания спасибо за встречи